Привет, друзья! А вы знаете, что бабушка — это не только вкусный завтрак, обед и ужин, но и кладезь полезных советов и житейских хитростей. Поэтому сегодня мы приготовили несколько лайфхаков, создателями которых являются наши с вами бабушки. Как говорится, если здравия всё же мало, ешь чеснок, горчицу и сало. Бывают моменты, утром, отправляясь на учёбу, у нас очень мало времени, чтобы ждать, когда остынет чай. Можно, конечно, воспользоваться крышкой от чипсов Принглс и, установив её на горлышко стакана, подержать несколько секунд под струёй холодной воды. Но бабушка мне подсказала способ поинтереснее, для которого нам необходимо заварить чай немного покрепче, чем мы это делаем в повседневной жизни. Вот такой вот чефир на минималках у нас получился. Теперь возьмём формочку для льда, осторожно перельём туда наш отвар и отправим его в морозильник для замерзания. В итоге мы получим концентрированные кубики чая, используя которые мы не только ускорим процесс заваривания, но и его охлаждение. В супермаркетах в достаточном количестве представлены моющие средства различных компаний. Но основной минус в их использовании – это то, что они быстро заканчиваются. Когда мы наносим средство на губку, большая его часть смывается вместе с водой, тем самым сливая ваши сбережения в раковину. Чтобы избежать этого, вы можете воспользоваться следующим советом. Мы тоже заметили, что моющая жидкость – это концентрированный раствор с сильным очищающим действием. Поэтому, разбавив его обычной водой, мы ненамного уменьшим его моющие качества, и это позволит более экономно использовать средства. Также можно сэкономить на губках. Обычно мы берём целый брусок и через некоторое время его использования отправляем в утиль. А если вы разделите губку на две половинки, то она послужит вам в два раза дольше, что не скажется на процессе мойки. Интересно, как же мы не додумались до этого раньше? В интернете я много раз встречал лайфхак о том, как можно хранить макароны-спагетти. Самое популярное из них – это воспользоваться большим контейнером от Принглс. Но, как показывает опыт, не все макароны могут умещаться в этой таре. Лучше всего воспользоваться пластиковой бутылкой, которую заранее необходимо прополоснуть кипяченой водой, и оставить сушиться на несколько минут, после чего вы можете положить туда ваши спагетти, и они аккуратно будут располагаться в вашем шкафчике. Данный способ интересен еще и тем, что из него можно достать порцию макарон ровно для одного среднестатистического человека, что полезно вдвойне. Наверняка не я один люблю бабушкины клубничные закатки, но, как вы знаете, все самое вкусное заканчивается быстро. Поэтому мы решили позвонить Ба и узнать бесценный рецепт варенья. Ответ не заставил себя долго ждать, и мы немедленно приступили к готовке. Для этого мы взяли клубнику, полстакана сахара, а также лимон. Все делается очень быстро. Первым делом возьмем блендер и, поместив в него нашу клубнику, превратим ее в жижу. Это заняло у нас немного времени, и вот что у нас получилось. Перельем содержимое в миску и добавим в него полстакана сахара. Также по рецепту бабули выдавим сок из половинки лимона. С помощью столовой ложки хорошенько перемешаем и отправим миску в микроволновку на 5-10 минут. Как оказалось, сделать варенье в домашних условиях очень просто, если следовать рецепту бабушки. Как часто бывает при покупке хлеба, мы не рассчитываем его достаточное количество и через некоторое время он высыхает, что не очень приятно. Освежить хлеб можно с помощью духовки, но без использования влаги у нас ничего не получится. Поэтому налейте на хлеб немного воды, ее количество зависит от размера хлеба. Далее разложите на противень увлажненный хлеб и отправьте в духовку на 5 минут при 200 градусах. Эта процедура придаст хлебу первоначальную свежесть и мягкость, тем самым вы сделаете первый шаг бережливости. Все мы знаем, что наши любимые бабушки обожают смотреть телевизор, но чаще всего они не могут привыкнуть к пульту дистанционного управления. Поэтому мы приобрели пульт-брелок, который прост в использовании и имеет самые крупные и важные кнопки, что облегчит процесс управления телевизором. Ба, пользуйся на здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok